Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Эту историю я просто не могла не поделиться с вами, потому что я полна возмущения. В том году, когда приезжали мои внуки, я познакомилась с одной очень интеллигентной женщиной. Ей, наверное, под 60. Она замужем здесь за гражданином Турции, проживает много лет, общается уже на турецком, как на своем родном. И я в том году с ней познакомилась на пляже. Благодаря моим внукам, и она с ними общалась, и я завела с ней разговор. Мне она очень понравилась, я была восхищена. Но, оказывается, сейчас я пришла к тому мнению, как я ошибалась, и как я до сих пор ошибаюсь в людях. Ну, хорошо, что маски люди снимают. Хоть когда-нибудь это происходит, и мы узнаем совсем других людей. Мы с ней очень хорошо пообщались, каждый день почти встречались, пару словами перебрасывались, пару словами, и все, и шли в свой дом. И когда мы занимались даже с клубом, девочками юно, на велосипеде, хорошо выглядит, следит за собой, всегда с нами здоровалась. Я всегда ее приглашала. Пожалуйста, присоединяйтесь, если будет у вас такое желание. Два-три дня назад мы с моей подружкой сидели на набережной, на коврике, и пили кофе. И вдруг она подходит, проходит мимо нас. Моя подружка тоже с ней в очень хороших отношениях была в том году, общалась. Она была в дружеских отношениях с этой женщиной тоже. И всегда была о ней очень самого хорошего мнения. И эта женщина, когда подходила, разговаривала по телефону и остановилась так в десяти шагах от нас. Мы все внимание на нее и ждали, пока она перестанет разговаривать. И как только она перестала разговаривать, она тут нам сразу, слава Украине, вы приезжали сюда, вы бомбите, Одессу бомбите, разве так можно, что вы делаете? Мы были вообще в шоке. Друзья мои, мы были в шоке с ней. Мы увидели совсем другого человека, ее глаза были полные ненависти к нам. Я, как всегда, перевела разговор в другое направление, более позитивное. Я говорю, мне очень жаль, что так происходит. Хотя бы скорее все это закончилось. Мы только об этом, каждый человек мечтает об этом. А у вас что, говорит? Мои дети приехали, говорит, и начала рассказывать о своих детях. Трое внуков. Я говорю, сложно было, очень устала с ними. Они живут сейчас, виллу снимают, аренду сняли виллу. А я говорю, а дети откуда ваши с Одессы? Вот Одессы, вчера 8 ракет, вы русские, вы русские, прекратите бомбить. А моя подруга сказала ей, извините, а к нам какие претензии? Мы вас бомбим. И она тут перевела тему, прям проснулась как будто. И мы ей пожелали всего хорошего, и она ушла. Друзья мои, я была в шоке от нее. Причем тут я, которая сидит сейчас, проживает в Мерсине, и какие претензии к мою сторону? Или той моей русскоязычной девочке, подружке, которая также живет здесь уже несколько лет? И знаете, что она еще сказала? Поприезжали здесь в Мерсин с голой Сибири. Ну как так можно? Как так можно? И она была очень негативна по отношению к тому, что сюда едут русские. И чуть ли не проклинала их. Хорошо, что она ушла. Мы, значит, решили, что мы не будем обращать, поддаваться провокации. Просто будем ее как-то... Может, она была не в себе. И посмотрим на дальнейшие ее действия, когда мы встретимся с ней на море. Ну вы что думаете? Она на этом не остановилась. Она написала кучу гадостей. Моей подружке, хотя с ней было в очень близких отношениях. Зачем вы приехали сюда, мол, вы убираетесь в свою рашу и куча сайтов о войне. И знаете что? И она еще меня упомянула. Передает о своей блогерше-грузинке. Ну как так можно, скажите? Я при чем здесь? Ну почему такая ненависть у людей? Вы знаете, чем это ей грозит? Если она будет продолжать так действовать. Наказанием ей грозит. И если будет с ее стороны и с любого человека претензии в сторону меня или других людей, вы можете пожалеть об этом очень сильно. Потом будете локти кусать. Один звонок полиции и все. Потому что Турция доброжелудная страна. Мы находимся на чужой территории. Кто приехал с России, кто приехал с Грузии, кто приехал с Украины. Мы находимся на чужой территории. И мы должны жить здесь мирно. Если у кого какие-то претензии, езжайте в свою страну. И там выступайте. Там оскорбляйте. Друзья мои, будьте миролюбивы. Не поддавайтесь на провокации. Я это когда-то об этом тоже говорила. Прекратите так себя вести. Впечатления очень плохие создались об этом человеке. Я вообще не хочу с ней общаться. И где ее вся любовь к моей Грузии, ко мне. Вот еще раз вам подтверждение того. Нельзя верить никому. Только проверенные люди. Проверять их надо. И не подпускать близко. А еще эта женщина приглашала меня к себе. Хорошо, что я не пошла. Видно. А я очень хотела с ней поближе познакомиться. Потому что я замужем за Турком. Она 20 лет имеет опыта уже. Хотелось набраться каких-то знаний у нее. Но вот видите, все, как паре вернулось. Она ненавидит всех-всех нас. Но все, продолжаю отвечать на другие вопросы. Еще хочу вам ответить на один вопрос. На один комментарий, точнее. Вот женщина как-то неравнодушна ко мне. Уже вторые такие компрометирующие вопросы задает. И я хочу ответить ей, моя дорогая. Имя не буду называть. Правильно. Вы не имеете права снимать без разрешения. Это видео было. Комментарий под видео, где я писала, что мой муж против того, чтобы я его снимала на ютубе. Был период, когда вы переигрывали. Вы молодая женщина, идите и работайте. Вы научились зарабатывать деньги, бла-бла. Уважаемая моя подписчица, работать легально в Турции не так легко. С одной стороны, я не боюсь труда. Я бы пошла везде. Был такой период, когда я пыталась даже устроиться на место уборщицы. Но я не нашла этого места, так как здесь все схвачено, за все заплачено, мои дорогие. Пыталась устроиться няней, пыталась устроиться за больным. Когда мой муж полтора года сидел без пенсии. И без каких-либо поступлений денежных. И в то время, я вспоминаю, набралось очень много долгов. И спасибо родителям, мужа моего. Они нам помогали. Ну а так мы больше ни у кого не просили помощи. И мы, в принципе, и у родителей не просили. Они сами видели ситуацию. Муж как-то выкручивался. Ну и, естественно, накопились и долги после того периода. Еще что я хотела сказать. И я в тот момент пыталась найти работу. И это все было безуспешно. Если посмотреть со стороны на ваше предложение. Устроиться нелегально с визой, семейной визой. У меня сейчас семейная виза по замужеству. Это тоже очень опасно. Так как меня могут депортировать, если меня поймают. Тем более, я подала документы на гражданство. Мои документы находятся в процессе одобрения. Сейчас все проверяют. И вообще, очень многим даже отказывали от гражданства. Если какие-то такие всплывали нюансы, то людям и отказывали. И это не зависит от женщины, это зависит от мужа. Самое главное, чтобы ваш муж имел какой-то доход. Если он безработный, то даже в этой ситуации вам не будет одобрено гражданство Турции. Да, это одно из первых. И судимость. Были ли проблемы у вашего мужа с законом? Это тоже играет большое значение. И, конечно, я не могу сейчас пойти легально работать. Медсестрой пойти работать. Мне нужно подтверждать. Денклик. И уже, как говорится, привыкла я отдыхать, расслабилась. В каком смысле, что мне не надо на кого-то подчиняться. У меня есть нормальный бизнес, который приносит мне какой-то доход. Я уже говорила в этом в предыдущих своих видео. И поэтому спасибо, что вы мне посоветовали, но я не могу воспользоваться вашим советом. Ну, на этом буду заканчивать. Сегодня очень много наговорила. Если мне какие-то понравятся комментарии, то я обязательно отвечу в следующих видео. Пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата.